Всем привет, друзья! Мне уже с Banggood пришла целая куча товаров, но сегодня у нас будут товары, посвященные теме освещения. Я заказал 6 осветительных приборов, вернее, там есть лампочки, есть осветительные приборы. Я думаю, вам будет интересно. Давайте посмотрим, что же мне прислали китайцы. И если вам понравится то, что есть видео, вы посмотрите ссылочки в описании и, возможно, даже себе закажете. Пригодятся эти приборы освещения к вам в дом, не знаю, подсветить клумбу, подсветить, в принципе, что угодно. Товары интересные, вы в магазине их не купите, по крайней мере, я в эпицентре не нашел подобные. Так что давайте начинать, приятного просмотра! Светодиодный RGB LED прожектор на 10 Вт. Довольно интересное и добротно сделанное устройство. В нем установлен мощный светодиод и чаще всего такой прожектор используют. Для декоративной подсветки территории. Используется при освещении фасадов зданий, колонн, архитектурных форм, деревьев и даже водопадов и ручьев. В нем есть защита IP65 и начинка полностью герметична. В комплекте поставляется с пультом управления, который и управляет RGB светом, регулировкой скорости переключения, а также включением и отключением прожектора. Я покупал прожектор себе в гараж, чтобы в будущем при съемке видео делать красивую картинку, подсвечивая различные ракурсы съемки. Но это не стандартное применение этого устройства. Думаю, очень круто смотрелось бы, если этот светильник поместить, например, в куст или в кулумбу. И в вечернее время вы будете наблюдать, как ваши растения будут подсвечиваться приятным светом любого цвета, который вы выберете. У кого частный дом, берите на заметку. Хотя, кстати, можно и на балконе что-то красиво подсветить, как вариант. Что скажете, у вас есть, что подсветить на балконе? Или вы там складываете различные коробки или тому подобное? Еще затарил вот такой вот классный и стильный ретроспот. Выглядит он действительно стильно и впишется в какую-то лофт-студию или кухню, например. Правда, я заказал себе только один такой прожектор. А для стильного антуража нужно хотя бы три. Цоколь стандартный, Е27. Но влезут только обычные лампы. И если вы захотите прикрутить очень мощную лампу, например на 50 ватт, то не уверен, что у вас это получится. У меня уже возникла такая мысль, чтобы всунуть туда мощную лампу. Но пришел я к тому, что максимум 30 ваттная влезет. Это чтобы очень хорошо подсветить место, для которого и предназначался этот спот. Хотя далеко не всем нужен такой мощный свет в таком светильнике. Прожектор имеет 4 лепестка, которыми вы можете регулировать направление света и оставить без подсветки нужное место. Кстати, спот устанавливается как на специальную платформу, которую я удачно забыл заказать, так и просто его можно сверлить через дюбель куда угодно, как в принципе я и сделал. В общем, спот очень стильный, необычный и еще и за небольшие деньги, круто же, у нас такого не купить. Еще один представитель RGB светильников, а именно вот такая лампа. Она с соколем Е27, является отличной альтернативой традиционным видам освещения. С ее установкой у вас не возникнет никаких проблем, если конечно она влезет в плафон. При использовании LED лампы вы сможете существенно уменьшить расход электроэнергии. Она не содержит токсичных и опасных для окружающей среды и человеческого организма веществ, что положительно влияет на экологию. Что хорошо, так это то, что в ней также присутствует защита IP65 и никакой дождь с такой лампой вам будет не страшен. Она у нас 10-ваттная, мощность 900 люмен и является энергосберегающей, что также приятно. Она намного эффективнее, чем лампа накаливания и имеет длительный срок службы. Можно установить ее в торшер и придать в комнате лампового настроения, как говорится. А с помощью пульта, от которого управляется лампа, можно поменять цвет на любой, который вам по вкусу. Тройной светильник. Хорошая штука. Стоит недорого, цоколь Е27, можно использовать сразу 3 лампочки и вполне хороший дизайн. Что еще нужно? Монтируется светильник без проблем. В комплекте есть планка для монтажа. Каждый из цоколей можно развернуть на 180 градусов, что упрощает освещение. Для подключения проводки есть зажимы, что также упрощает монтаж и работу. Можно установить такой светильник в какой-то неприметной комнате для освещения, в мастерской или в других местах, где не важна изящность и стиль светильника. Светодиодная LED лампа с эффектом пламени огня. Правда, огонь в этой лампе синий, но можно заказать и с желтым огнем, они тоже очень классные. Такие светодиодные лампы, в которых огонь с мерцающим эффектом, бесподобная новинка среди товаров декоративного освещения. Лампы имитации огня это новомодный осветительный прибор, который придаст любой обстановке дополнительный уют и неповторимую атмосферу. Широко применяется для декоративного освещения кафе, ресторанов, гостиниц, свадеб, вечеринок, для создания домашнего уюта и тепла. Также его можно использовать в ретро фонарях для декора садового участка. Мощность лампы небольшая, 270 люмен 3 ватта, но для дома большего и не нужно. Цоколь Е27 подойдет в любой стандартный плафон. Защиты от воды нет, так что имейте ввиду. И последним экземпляром будет вот такой вот винтажный подвесной канат с двумя цоколями. Я покупал такой подвес для самодельного стильного светильника и реализую его в следующих видео. Но вариантов применения у этого каната куча. Все зависит от вашей фантазии и смекалки. А в тандеме с ретро лампами Эдисона такой светильник будет просто великолепным и передаст в вашей квартире необыкновенную атмосферу и шарм. На Banggood есть такие подвесные канаты с одним, двумя и целой кучей канатов с цоколями. Так что ваша фантазия в использовании таких светильников не будет иметь границ. Если вам понравились сегодняшние товары, вы можете перейти по ссылочке в описании и их смело заказать. Светильники классные, я уже проверил их в работе. В принципе, меня все устраивает. Они необычные, прикольные и полезные. Кстати, кто шарит, тот знает, где я сейчас нахожусь. Скоро будет ролик один про одно место. Но это уже совсем другая история. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписочка на канал. И дальше будет много интересного. Ждем новые ролики, там будет очень круто. Пока-пока.